Последний раз раскопки здесь проводились в начале 90-х годов прошлого века. С этого времени территория была заброшена, и даже многие специалисты не знали о существовании этого места. Античную площадку обнаружили в неудовлетворительном состоянии. Провели несколько субботников, расчистили территорию. Мы обратили внимание, что жители не воспринимают этот объект как исторический памятник. Мы попробовали напомнить об этом. Поставили здесь табличку, на которой написали, сделали рисунок, как это выглядело. Но её очень быстро сожгли и выкинули. Более того, люди без определённого места жительства воспринимают эту усадьбу как-то буквально совершенно. Они останавливаются здесь, разбивают костры. Периодически общественники разгоняют отсюда такие тёплые компании. Ведь здесь активисты собираются буквально оживить историю. Не исключают. Возможно, будут приглашать сюда реконструкторов, чтобы показать севастопольцам, что здесь происходило более тысячи лет назад. Это будет новая точка на карте города, где можно отдохнуть, где это будет экскурсионный маршрут дополненный. И развиваться будет как современное общественное пространство, но с уклоном, конечно же, в историко-культурную ценность. А для воплощения задуманного территорию нужно благоустроить. Высадить деревья, установить скамейки, сделать прогулочные дорожки. Общественники совместно с музеем-заповедником работают над эскизным проектом. Документ ожидает экспертиза. Это не обычная территория, которую можно сделать как парк. Это территория античная. Здесь есть определенные ограничения на работу с такими территориями. Это федеральная земля, она находится под защитой Херсонеса. И наша задача прежде всего сохранить это место, сохранить место для потомков. И самое главное еще и для современников, показать современникам, что это место, где можно отдыхать, где можно гулять. Эту территорию общественники открыли, когда занимались благоустройством динопарка. Одно из излюбленных мест отдыха для жителей Камышовой бухты располагается в нескольких метрах от так называемой античной усадьбы на дело номер 9 хора Херсонеса. Более полутора тысяч лет назад херсонеситы использовали эту землю для занятий сельским хозяйством. Мы с вами находимся на так называемой усадьбе. Какие-то помещения перестраивались, появлялась винодельня, винодельня закрывалась. Здесь люди жили. И только этим комплекс уже собой интересен. Сейчас я нахожусь в самом сердце усадьбы – башни. Считается, что во время скифа Херсонесских войн, в период с 3 по 2 века до н.э. оно укреплялось вот такими блоками, которые несли предположительно противоторанную функцию. Одна из главных проблем, с которой столкнулись активисты во время благоустройства территории – отсутствие освещения. Здесь надеются на поддержку правительства. 17 февраля во время Масленицы они планируют провести здесь масштабный субботник, на который пригласят всех желающих. А открыть античную усадьбу на дело номер 9 собираются в августе этого года.